Всем привет! У меня в руках третий смартфон этого лета от Cubot, который вполне можно назвать народным смартфоном, либо бабушкафоном. Это Cubot Note 20. Хороший дизайн, большой дисплей, нормальная производительность и вкуснейшая цена 89 долларов могут сделать это устройство очень привлекательным для множества людей, которые не стремятся за то производительностью. Комплектация при получении смартфона стандартная, как для Cubot. Смартфон в силиконовом чехле, зарядка с кабелем и макулатура. Упаковка выполнена из добротного материала и сможет надежно защитить содержимое при транспортировке. Корпус изготовлен из пластика и представляет собой классический моноблок с сенсорным экраном. Какие-либо трансформируемые решения пока еще остаются прерогативой флагманских устройств. Лицевая сторона полностью накрыта стеклянной панелью с немного закругленными краями по периметру. Боковые рамки дисплея выполнены в черном цвете и не выделяются, если экран отключен. Задняя крышка также пластиковая и сделана матовой. Поверхность абсолютно не подвержена сбору отпечатка пальцев, долго сохраняет презентабельный внешний вид. Торцы объединены единой пластиковой рамкой темного цвета. Она немного округлена и комфортно ложится в ладонь. На правой грани разместились механические кнопки управления питанием и громкостью. Снизу порт для зарядки, решетка основного динамика и разговорный микрофон. Сверху разъем AUX для подключения проводной гарнитуры, а левый торец абсолютно пуст. Хотя смартфон относится к сегменту доступных устройств, и это хорошо видно по используемым материалам корпуса, он не разочаровывает качеством сборки деталей. Среди плюсов отмечу необычное оформление основной камеры и наличие отдельного порта для гарнитуры. Дисплей занимает практически всю лицевую панель. Его диагональ составляет 6,5 дюймов, а разрешение 1560 на 720 пикселей. Плотность пикселей невысокая, всего лишь 264 ppi. Этого достаточно для повседневного использования, но рассчитывать на отличную детализацию не приходится. Рассмотреть отдельно пиксели получится без труда. Боковые и верхние рамки достаточно узкие по меркам бюджетного сегмента. Фронтальная камера расположена на небольшом выступе в форме капли. Такое решение сейчас смотрится наиболее органично. Углы обзора широкие, изображение не проявляет заметных искажений даже при взгляде под углом. Яркость в смартфоне хорошая и позволит вам отлично смотреть ролики в яркую солнечную погоду. Что же касается начинки, то Note20 получил центральный процессор соответствующего уровня. Здесь применили чип MediaTek Helio A20. Это четырехъядерное решение с максимальной тактовой частотой в 1,8 ГГц, выполненной по 12-нанометровому техпроцессу, что весьма неплохо для бюджетного решения. За обработку графики отвечает видеоядро PowerVR GE8300. Это бюджетное решение нижнего ценового сегмента для выполнения базовых задач. И по части памяти здесь тоже все в порядке. 3 ГБ памяти будет более чем достаточно для бюджетного смартфона. Ну и 64 ГБ встроенной памяти позволит не переживать про то, что у вас закончилось место. Протестировав его в бенчмарках и в играх, сразу мне стало понятно, что смартфон не из мощных. В игры, например в PUBG, играть на минималках можно. Игра редко притормаживает. А использовать мессенджеры для общения и браузеры для серфинга в интернете, так для этого устройства сгодится на 100%. Кстати говоря, в бенчмарке Antutu мне так и не удалось протестировать смартфон. Пару раз выдавало какие-то ошибки, так что тестировал я его только в 3D-марке. Стильный и современный вид смартфону в некоторые части передают его камеры на задней панели. Cubot Note 20 получил 4 модуля основной камеры. Главный построен на базе сенсора Sony IMX486 и обладает разрешением в 12 Мп. Дополнительный от Sony IMX350 20 Мп. Присутствует два вспомогательных модуля по 0,3 Мп. Точных параметров оптики производитель не уточняет. Однако больше всего вопросов возникло к распределению задач между двумя модулями. В ходе тестирования не получилось найти ни одного режима, задействующего дополнительный модуль. Во всех режимах съемки используется один и тот же сенсор с разрешением 12 Мп. Фронтальный модуль проще. Один сенсор с разрешением 8 Мп. Все камеры снабжены поддержкой технологии улучшения снимков с помощью алгоритмов искусственного интеллекта. Приложение камеры обладает базовой функциональностью и понятным управлением. На главный экран поместили основные управляющие кнопки и переключение режимов съемки. Как и ранее с телефонами от Cubot, качество снимков и видео не потрясающее. Фоткают вполне нормально. Передняя камера немного мылит, а задняя фоткают тоже нормально. Требовать от бюджетной модели впечатляющих результатов качество съемки не стоит. Любые технологии стоят денег и за качественные модули камер нужно платить. Тем не менее, базовые задачи Cubot Note 20 выполняет исправно и сделанные им снимки соответствуют его цене. Примеры фото и видео, как снимает Note 20, будут в конце ролика. Кому интересно, дождитесь и посмотрите. Основой интерфейса выступила операционная система Google Android 10. Стандартный интерфейс получил минимальные банификации. Если пользователю приходилось пользоваться смартфонами брендов третьего эшелона, такое решение не станет удивительным. Многие производители поступают именно так. Поддерживается беспроводное обновление ПО, хотя рассчитывать на длительную и масштабную поддержку смартфона едва ли стоит. Поэтому радует, что здесь уже установлена свежая версия Android, которая будет актуальна еще долгое время. В целом, рассказывать что-то новое о данном интерфейсе не получится. Он максимально стандартен и прост. Кстати, сканер отпечатка пальцев, который можно встретить в абсолютной массе современных аппаратов, здесь отсутствует. Все объясняется тем, что сканер стоит денег и неизменно бы увеличивал конечную стоимость устройства. Зато систему разблокировки по лицу вполне можно было реализовать на базе имеющейся фронтальной камеры. И эту возможность не упустили. Да, здесь есть функция разблокировки по лицу. Система работает достаточно быстро и корректно. При наличии достаточной освещенности, конечно. А вот по мере уменьшения количества света, снижается и эффективность системы. Это типичная ситуация при отсутствии специализированных инфокрасных камер, которые не зависят от количества света вокруг. Корпус предполагает возможность снятия задней крышки и установки сим-карт. Осуществляется непосредственно в разъемы на корпусе. Предполагается использование двух nanoSIM. Причем установка карты памяти никак не мешает использовать двух сим-карт. А вот чего не ожидаешь от столь бюджетного смартфона, так это NFC. А здесь эта функция полноценно реализована и исправно функционирует. Аккумулятор, кстати, обладает емкостью в 4200 мАч. Это базовый показатель для современных смартфонов. Хотя и с элитным энергопотреблением Cubot Note 20 отличаться не должен. В настройках предусмотрен стандартный режим энергопотребления, позволяющий продлить время работы без подзарядки за счет изменения алгоритмов работы. Например, смартфон ограничит визуальные эффекты и анимации интерфейса, будет тоже контролировать работу фоновых процессов и ограничивать передачу данных в режимы ожидания. Итог у нас простой. Cubot Note 20 – это типичный представитель ультрабюджетных смартфонов третьего эшелона. Материалы корпуса простые, но помимо этого он идет со стильным и современным дизайном. Да и на качество сборки экономить не стали. Дисплей с невысоким разрешением радует качественной цветопередачей и неплохим запасом яркости подсветки. Это обеспечивает комфорт при использовании, а разрешение не создает ощутимых затруднений. Аналогичный компромисс наблюдается и с процессором. Он не самый производительный, но выполнен по современному техпроцессу, поддерживает технологии искусственного интеллекта и отличается небольшим тепловыделением. Ну и на памяти в принципе экономить особо не стали, а сносили новинку объемом оперативной и основной памяти 3.64. Кроме того, есть слот для microSD, а также NFC, ну и зарядка с современным разъемом USB Type-C. Если у вас ограниченный бюджет, а телефон напомню стоит 89 долларов, то можно присмотреться к Note 20, а я же не зря его назвал вначале бабушкафоном. Пишите, что вы думаете про это устройство и смотрите другие мои ролики про другие телефоны и не только. Хорошего вам вечера, ну и видимся, пока-пока. Это у нас телефон Cubot Note 20, бюджетничек, за 89 долларов. У нас на улице идет дождик, вот и в общем нету возможности нормально снимать, нормально снимать на улице. Фронтальная камера, ну вроде нормально снимает, но у нас сейчас много света, достаточная осветительность, вот так что он должен снимать хорошо. На улице в дневное время будет снимать хорошо. Cubot Note 20, задняя камера, не знаю как снимает, потому что я себя не вижу. Думаю, что должен снимать нормально. Как для бюджетника, вполне нормальные обычные камеры, можно как бы пользоваться. Ничего сверхъестественного, я думаю, он не выдаст. Ну, выйдем еще на улицу на секундочку, у нас здесь дождь, о которой я говорил. Вот у нас так снимает он на улице, в дождливую погоду. Cubot Note 20. Звук вы также, наверное, слышите, как он снимает. Я надеюсь, что я рукой его не перекрыл. Как-то так. Ну, и давайте посмотрим фоточки, как он делает. Субтитры сделал DimaTorzok